Помочь делать город чище могут и школьники. Весна в самом разгаре и через полтора месяца наступит долгожданное лето. Для школьников это прекрасное время подработать, ведь с 1 июня начнется сезон летней занятости, причем прием документов уже открыт. В этом году планируют трудоустроить более 11 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Список профессий, как всегда, традиционен. Ребята могут на время стать вожатыми, заняться легкими ремонтными или сельскохозяйственными работами, попробовать себя в роли продавца или официанта. Также доступна вакансия социального помощника для престарелых и одиноких граждан. В преддверии 300-летия города в этом году особый акцент сделали на привлечении школьников к работам по озеленению города. Неизменным также остается подработка на крупных предприятиях. Так подросток проходит профориентацию и в дальнейшем сможет, получив профильное образование, устроиться на работу. Однако прежде чем отправиться на летнюю подработку, специалисты советуют все хорошо обдумать. В месяц, допустим, работы, который заключается договор, некоторые бросают. Причем, действительно, потом уже желание работать не у каждого до конца. Да, вот вроде бы деньги хорошо получать, а то, что за них надо работать и целый месяц, и каждый день, и утром рано вставать, когда другие бегают, гуляют, им хотят поспать, это тоже сказывается. Тот, кто выдержит все эти испытания, гарантированно получит заработную плату. Ее величина зависит от количества отработанных часов, тяжести работы и места трудоустройства. Максимальная выплата составит 9 тысяч рублей в месяц. Однако уже сейчас ясно, что желающих работать в нашем городе меньше, чем желающих отдыхать. По данным Министерства по делам молодежи, свыше 114 тысяч подростков отправятся в оздоровительные лагеря и базы отдыха. Заявочная кампания началась еще в ноябре прошлого года. В этом сезоне планируется открыть 827 организаций. Стоимость путевки не превысит 16 тысяч рублей. Оставшуюся часть суммы, а это от 75 до 90 процентов, возместят областной и муниципальные бюджеты. Всего на эти цели направлено свыше полумиллиона рублей. Впервые юные амичи могут отправиться в Крым, в лагерь Артек. Но шансы есть далеко не у всех. Это дети-победители различных конкурсов, если это профильная смена, с подтверждением наград, копии дипломов, копии благодарственных почетных грамот, медалей и так далее. Ну и, естественно, это дети, которые отвечают требованиям по состоянию здоровья, которые не имеют противопоказаний по оздоровлению и нахождению на другой территории, такой морской климат, другая территория совершенно, которые имеют все необходимые прививки, то есть все как положено в обыкновенный детский оздоровительный лагерь.